МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в 2012 году региональным правительством была утверждена долгосрочная целевая программа «Доступная среда», которая должна была реализовываться в период с 2013 по 2015 год. Ее цель – создание равной доступности для всех жителей Рязанской области в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита и спорт. Сейчас в регионе проживает около 200 тысяч инвалидов. Это примерно 15% от общей численности населения. Нелегкая жизнь инвалида становится и вовсе невыносимой в зимний период. Сугробы, скользкие тротуары, наледи на остановках – все эти, казалось бы, обыденные факторы холодного времени года для людей с ограниченными возможностями превращаются в полосу непреодолимых препятствий. А такое понятие, как «доступная среда», оказалось для рязанских инвалидов недоступной роскошью. Целевая программа, на которую они так надеялись, оказалась фикцией. Регулярные собрания представителей общества инвалидов позволяют его участникам высказаться, поделиться своим опытом и своими очень значимыми для этих людей победами. Ведь в сегодняшних реалиях надеяться остается только на самих себя. В общем-то, очень хорошо, что, наконец, этот термин оказался в бюджете города Рязани. И там есть мероприятие по «доступной среде». Впервые в жизни. Потому что, в общем-то, у нас очень плохо. Вы знаете, вот сейчас я приехала на такси, потому что я по городу просто не могу передвигаться. И даже вот такси меня остановило. Вот тут вот перейти дорогу – для меня уже большая проблема. Прямо я забыла сотовый на работе. Позвонить, чтобы меня встретили, помогли прийти. И тут такая же история. Из дома выхожу. Хорошо, если я не упаду, но чаще падаю. Единственное, что мы сделали, это мы колясочницу мою возили по городу. Вот она, ну, она довольно-таки энергичная. По голове у нее все в порядке. Она занимается косметикой, то есть ей нужно получать посылки с косметикой. И мы добились, что в главпочтамте сделали пантус для инвалидной коляски. Ее теперь могут возить, и она туда… Ну, это столько стоило нам нервов и всего. А вот читаю эту поликлинику, маш, лестничный. Как хочешь туда залезай. Еще у нас такие проби, пожелания, чтобы внутри дворовые посыпали дорожки. Потому что инвалиды и пенсионеры могут только погулять около дома. Это одно. И второе. Уличное освещение у нас только на центральных улицах. Во дворах у нас совершенно люди не видят. Люди ходят с палочками, с косылями. Поэтому пожелание провести свет во дворе. Все. Многие проблемы приходится решать своими силами. Обивать пороги чиновничьих кабинетов. С просьбами о помощи, которая этой категории граждан полагается по закону, стало привычным делом для представителей общества инвалидов. А чувство ненужности и равнодушия со стороны региональных функционеров постоянно подсыпают соли на и без того больную рану. Приходят люди, которые получают минимальную пенсию. Которые отработали 30 с лишним лет. Мы ничем помочь не можем. Ничем. Мы общество инвалидов. Идем, просим. Я вот 15-й год работаю. И я прошу. И везде хожу. Меня не пускают. Я все равно через крышу залезу. И все. Надо выбивать. Понимаете, вот так в обществе инвалидов. Работа идет. Неплохая работа идет. Родители и опекуны детей инвалидов всеми силами стараются оберегать своих любимых чад от агрессивного и чуждого для них окружающего мира. Для родных особенно остро стоит вопрос отсутствия в городе временного приюта на случай, если вдруг маму неожиданно госпитализируют, и ей будет необходимо стационарное лечение. Казалось бы, настоящая утопия. А нет, во многих регионах нашей страны подобные учреждения имеют место. Но если рассуждать о рентабельности, открытии и содержании такого центра, вопрос отпадает сам собой. У нас в обществе и в городе есть семьи, которые живут тут, мать и дитя. Дитя любого возраста. Потому что они все инвалиды остались в детстве. Маму надо госпитализировать. Куда его деть? Я не хочу его сдавать, пока я жива, в интернат. И я знаю, что нужно моему ребенку. Ну вот на завтра я заболела. Мне нужно госпитализация. Элементарно аппендицит, например, вырезать. Его некуда деть. Мы эту проблему поднимаем более 20 лет. Это можно. Или в какой-то больнице открыть палату семейную, так называемую. Более того, мы стояли в вопрос в более крупном плане. Это создание лечебницы приют. Или просто приюты. Маму положили в больницу, да? Взяли его на несколько дней. Мы частично будем проплачивать. Что я думаю, няньке буду какой-то проплачивать, что он у меня будет в учреждении. У нас масса детских садов, здоровые дети посещают. Но мы-то что, социально незначимые вообще? И все же социальные центры дневного пребывания в Рязани есть. Одним из таких является общественная организация помощи детям-инвалидам «Свой путь». Специалисты центра ежедневно проводят занятия со своими юными пациентами. Рисование, рукоделие, ремесло, лечебная физкультура и уроки развития речи. Подобная практика способствует преодолению многих нарушений у детей. А это огромное дело. И все же это лишь частично решает проблему. Ведь на ночь детям с проблемами в развитии по-прежнему остаться негде. У нас помещение не очень большое, всего 100 квадратных метров. И оно, естественно, не может позволить себе большой проходимости детей. При том, что мы все-таки занимаемся систематически, ежедневно, фактически, с одной и той же категорией детей, с группами. Они уже несколько лет посещают наш центр, и поэтому мы имеем хорошие результаты. И здесь занимаются сейчас 20 детей, вот, ежедневно. То есть у нас работают сейчас 4 группы, и центр работает с 9 утра фактически до 18 вечера. Группы разного возраста, то есть маленькие, средние, большие, совсем большие. Для них, для всех подобраны определенные программы. Работает группа педагогов, то есть коллектив. Здоровые люди не замечают, сколько различных мест без каких-либо затруднений они могут посетить в течение дня. Магазины, аптеки, банки, поликлиники, садики, школы. Для людей с ограниченными возможностями любой выход на улицу – проблема. Отсутствие пандусов, чересчур высокие бордюры, покатые скользкие тротуары, сугробы на обочинах. Походы в больницу, без которых инвалидам понятной делой не обойтись, превращаются в настоящее испытание. Если человек может ходить, а если он колясочник, что же получается? Совсем не покидать свой дом. И, как всегда, никакого отзыва чиновников на просьбу о помощи социально незащищенных граждан. А колясочники сейчас вообще не выездные. Потому что вот в нашем районе, где я живу, там вот улица Ферсова, где милиция советская, там вообще сплошной лед, и бордюры мы ходили, у нас юрист принимает, он в компании «Мемориал» работает. Мы с ним ходили, он даже фотографировал, замерял эти бордюры. Они в два раза выше, чем вот, то есть подойдешь, и как спуститься с него – не знаешь. Как подняться – тоже не знаешь. И улица, вот тротуары по всей улице, ну сплошной лед. Вот в выходные стою у окошка и смотрю на этих бабушек бедных. Боже мой, прям жалко их. Падают, встают. Но это же нельзя так к людям относиться. Корманы в талибусных остановках не чистятся. Кругом лед и снег. Вот как большие машины едут по дороге, и карманы все грязью этой засыпаны. То есть талибус устанавливается, и как хочешь. Хочешь – ныряй. Я иду по дороге. Машины мне сигналят, ругаются. У меня до головы выхода нет. Дорога хоть чистый асфальт. Конечно, неприятно в меня. И грязью обдают, и все. Но а что делать? Иначе я не дойду до дома. У меня очень много инвалидов, которые там первой группы, которые не ходячие у меня. И они мне звонят. Даже врачи, которых вызывают на дом, они не обслуживают. Которым нужна группа, как два года дают, а потом группу уже продляют или снимают. Не приезжают на дом вот эти врачи, которые должны давать группу. Люди, которые стоят с пяти часов за талоном, инвалиды, чтобы им взять талон к врачу, которые могут не попасть даже к врачу, тоже приходят мимо, нас идут и тоже жалуются. А мы бессильны. Никому мы не нужны. Никто на нас не обращает внимания. Ни депутаты, ни администрация, никто. Хотя мы об этом кричим. Кричим прямо очень громко. К сожалению, большинство из нас и не задумывается о том, со сколькими препятствиями ежедневно приходится сталкиваться инвалидам. Привычная суета не дает нам остановиться на минутку и подумать о таких, с одной стороны, элементарных, а с другой стороны, важных вещах. О том, что кто-то, возможно, нуждается в нашей посильной помощи. Перевезти через дорогу, донести продукты до остановки. Это же так просто. Оглянитесь. Не будьте равнодушными. Редактор субтитров А.Семкин